Маунт Массив Экстерьеры показывают огромный особняк с башнями и множеством окон. По названию можно уже было понять, что больница находится рядом с горной системой. В 1945 году Управление стратегических служб США нанимает ученых из нацистской Германии для проведения засекреченных исследований, и все это делается в рамках операции «Скрепка». Уже в конце 60-х годов, если бы точнее, в 1967-м, заканчивается строительство Маунт Массив, той самой психиатрической больницы. Однако, через некоторое время там были убиты трое ученых, и правительство отдает приказ остановить работу. Но больница закрывается не сразу, а лишь в 1971 году, через 4 года после убийства. А в 1972 году, через год после закрытия, Ричард Хелмс, директор ЦРУ, издает приказ об уничтожении всей документации по проекту МК «Ультра», честь которой проводилась в Маунт Массив, но все же некоторые документы уцелели. Дальше об этой больнице ничего не было известно вплоть до 2009 года, пока больница не была открыта снова корпорации «Мерков», которая была закрыта еще в далеком 1973 году по приказу того же Ричарда Хелмса. Дальше события происходят в 2013 году. Это уже основная сюжетная линия Outlast и Outlast with Stout Blower. В конце сентября того же года в лечебнице Маунт Массив произошел инцидент, который случился, когда Уильям Хоуп получил контроль от Вулрайдера. Он в свою очередь использовал Рой, чтобы отомстить сотрудникам лечебницы за их бесчеловечные эксперименты. В последующем же хаосе пациенты устроили настоящий бунт, в ходе которого они пытались выбраться на свободу, жестоко убивая весь персонал. Пока доктора и ученые в панике пытались убежать из Маунт Массив, охрана в это время пыталась дать отпор агрессивным больным, но их попытки были тщедны. Ситуация настолько сильно накалилась, что в Маунт Массив был вызван отряд спецназа, который также потерпел поражение. Абсолютно все бойцы были убиты Вулрайдером и бывшим главой охраны корпорации Мерков, Крисом Уокером, который стал коллекционировать оторванные головы своих жертв в одной из библиотек. Вообще, за несколько часов до инцидента Вейлон Парк отправляет электронное письмо репортеру Майлзу Абшеру о незаконной и чрезвычайно жестокой деятельности корпорации Мерков. После прочтения репортер мигом отправляется в лечебницу Маунт Массив и поспевает к самому разгару бойни. Находясь там, он видит самый настоящий ужас – разгром, разгуливающих на свободе пациентов и, конечно, жестоко убитый персонал. После встречи с Крисом Уокером, Майлз решает покинуть здание и оставить затею с разоблачением корпорации, но обратного пути уже нет. Вейлон Парк, главный герой Валтлас Вистел Бауэр, также выживает в больнице вместе с Майлзом, точнее параллельно. При этом записывается на найденную видеокамеру. В больнице обитает лишь одна живая душа, которая жаждет того, чтобы никто не узнал об экспериментах Мерков. Майда, чтобы вы понимали, один из главных сотрудников корпорации, управляющий Джереми Буэр. За эту ночь было убито множество человек, и ближе к рассвету в лечебницу прибывает новый отряд спецназа, который начинает массовую чистку здания, убивая всех, кто встретится на пути. А Майлз, выживающий все еще в больнице, находясь в подземной лаборатории по просьбе доктора Верники, нейтрализует Уильяма Хоупа для того, чтобы уничтожить Волрайдера. Но тот вселяется в репортера, тем самым сделав из него нового носителя. Майлз, выживающийся в подземной лаборатории по просьбе. И только Вейвену Парку, бывшему сотруднику, удается сбежать из лечебницы, с достаточным количеством доказательств на деянии мэрков. С помощью Саймона Пикока он публикует материал, а дальнейшая судьба лечебницы остается неизвестной. В нашей реальной жизни Маунт Мессив не существует. Название было взято с гор, которые находятся в этом же штате, Колорадо. А здание, которое стало основой для лечебницы Маунт Мессив, является реально существующей бывшей лечебницей. Называется она Ричардсон Олмстед Комплекс. Находится лечебница в городе Буффало, штате Нью-Йорк. Как я уже говорил, это здание стало основой для выдуманной лечебницы Маунт Мессив. Как-то так.